Как вести себя при пожаре? Сегодня на территории Кадетского корпуса имени Кочетова в столице республики прошли пожарно-тактические учения. Участвовали в эвакуации Юлия Важанина и Андрей Шоклев. Внизу люди есть? Нет. Внизу людей нет. Люди заблокированы на телефон. На третьем этаже только, да? Он словно горит в подвале. Сколько людей сказали? 18 человек. На третьем этаже находится 28 человек. Проводим разведку. Горит склад Кадетского корпуса. По легенде, на самом деле здесь идут пожарно-тактические учения. Основная задача – отработать навыки тушения и эвакуации. Мероприятие сложно переоценить. Действительно важно. Не дай бог произойдет что-то действительно в действительности. Поэтому как персонал, так и сотрудники службы МЧС должны отработать все свои действия. Все выглядит по-настоящему. Пожарные машины, спасатели, скорую помощь и сами пострадавшие по сценарию. Автолестница установлена в окно третьего этажа. Как поняли? Так, ты считаешь, сколько человек ведут? Три. Параллельно отрабатывается и ситуация, когда у заточенных в здании людей заканчивается кислород. Как только все, кто находился в здании эвакуированы, спасатели приступают к тушению вымышленного пожара. Три этажа проверены, никого нет. Мы отделяем силы, подаем достаточное количество стволов на тушение. Значит, защита три, оставить. Тушение три, защита один ствол. Все, давай, звенья перераспределяем, подаем и ликвидируем горение. Эдуард Сорокин уже 26 лет спасает людей. За это время он потушил такое огромное количество пожаров, что даже не сосчитать. Но каждое такое учение – дополнительный опыт. Пожары не бывают одинаковыми. Невозможно придумать какую-то формулу для тушения всех пожаров. Поэтому на каждом пожаре действуем в соответствии с имеющимися характеристиками здания, сооружениями. И, соответственно, уже принимаем решение в зависимости от той ситуации, которая складывается на месте пожара. Очень важно ориентироваться на объекции. Пожарные смотрят, какие есть двери, как расположены входы и выходы из здания, где хранится имущество. Все это пригодится, если произойдет реальный пожар. Причем такие учения нужны не только самим спасателям, но и условно пострадавшим. Будем в первую очередь оценивать, как поведет себя администрация объекта. Как они включат в систему оповещения о пожаре на объекте, как проведут эвакуацию, как посчитают людей, которые будут выведены из здания, в зону, где они не будут подвержены воздействию факторов пожара. То есть вот эти моменты отрабатываются. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.